Петька, видишь, все старое, все ужин, на гвоздиках, на чем хочешь, поэтому вот сейчас разжарится это самое сковородки поставила уже и будем жарить драники, драны по-нашему. Драники без ничего, у меня цебуля, чеснок, соль, морковь и бульба, все, надо же сладенькие и розовенькие, все, сейчас будем греть, ну что, слабо разогрелось, наверное, еще, надо, как бы шкварчали, как бы шкварчали, шкварчить. То есть мамина сковородка, все бочковское, все бочковское, качарешки, все. Видишь, я к старости стала сентиментальная бабушка. Тазики мамины не выкидываю, ведра не выкидываю, для меня это все тепленькое. Знаешь, я как вот... У нас у беларусов в родословную писали не на бумажках, а у мозгах, у голове, у памяти. И рассказывала, кто, який был хороший. Не про плохое рассказывали, а про хорошее, как бы этот правнук цанил то, что было вот за плечами, что ему дали, я его род дал. Для чего? Для того, чтобы через 10 поколений, и он был хорошим, а не плохим. Чтобы его пра-пра-пра-пра-правнуки, этого правнука сами, я его вспомнили так же. А уже, когда ты вышел из рода, ты наплевал на все то, что тебе в семье ценилось, что все было самое дорогое, ты просто поганил. Память их, честь, все. Так, наплевал и растер. Так для этого сказали, что он вышел из рода, стал выродком. Вот советская власть зарабила у всех, нас выродками, просто выродками, перерубивши вот это вот, для чего я это говорю. Вот мы в своей семье, советская власть заставила не вспоминать даже своих бабок, прабабок, прадедов. Вот папа, вот мама. А деда, к сожалению, нету. Знаю только, что в Уральске был ему памятник, что помер он. Он, тады, как папа говорил, як гурки цвелы, их истяги нислы. Хоронили много народа было, все, что так гоноровый человек. Меня спрашивают, зачем ты ввязалась, для чего тебе это нужно. Я хочу разузнать историю своего деда. В 30-х годах он был председателем губернского комитета в Самаре. Подробностей больших не знаю, но заставила меня этим заниматься. Гибель моих братьев, насильственная гибель. В 1974 году убили старшего брата. Остался 11-месячный сын. А в 2003 году здесь вот по дороге убили младшего брата. Попутно я знаю точно, что мои все двоюродные братья по отцовской линии, никто 50 лет не дожил, и никто из них не умер естественной смертью. Они все были убиты. О том, что дед был председателем губернского комитета, я узнала уже за полгода до папиной смерти. Просто вышла статья, к нему сюда приезжал корреспондент, и с 23 февраля писал статью, и папа там рассказывал о себе. И вот когда я прочла это, у меня вдруг щелкнуло, и я поняла, что закон бумеранга, он существует. И скорее всего, что это результат тех проклятий, которые люди им сосланы в тот самый Казахстан, еще куда-то в ссылке, или может быть даже под расстрел попали, или умерли в дороге их дети. Это проклятие. Вот эта газетка, она лежала у меня в телефонной книге. И вот тут, вот за чертой дырой она лежала. Отец строгий, сильный человек, занимавший ответственную должность председателя губкома. Губернского комитета, значит. Жили небогато, но дружно. В 33-м главного кормильца отца не стало. А в 33-м отца не стало. Наступило голодное время, и Гриша оказался в уральском детдоме. Папу отдали у детдом, потому что у Голодомора, это тоже его воспоминания, такие, очень-очень маленькие, скромненькие. Это самое. Его отдали у детдом только с того, что батька был такие, это самое, а так бы и он помер. И у детдоме он вспоминал, что старались, быстрее он был шустрый, старался на самые верхние полки попасть, потому что детей брали с детдом, и никто их не лечил. Их брали, резали на мясо, пирожки продавали, крутили на мясо детей, то есть было людоедство вовсю развито там. Добрый вам день, Мурат. Мурат, на Урыс Халиевич, извините, не сразу говорю ваше отчество. Как вас зовут? Давайте по именам. Валентина, вас Мурат. Мы вроде по возрасту одного возраста. Не знаю вам сколько, мне 69, почти 70. Поэтому я думаю, что не будет... Старше меня. О, вот видите, ну тогда мне простительно называть вас так. Меня зовут Здыков Мурат Наразгалевич, я доктор исторической наук, профессор. Работаю в Западно-Казахстанском университете имени Утимиса. Это государственный региональный университет. Историк. Мурат, все дело в том, что вот очень хочется выяснить биографию своего деда. И я знаю только его фамилию. Писаренко Мефодий Иларионович. О том, кто он был, что он был, я узнала 20 лет тому назад. И то не от папы, потому что папа как-то никогда про деда не рассказывал. Про маму рассказывал, про бабушку свою. А про деда, ну вот, был, умер молодой. А потом, буквально за полгода до смерти, когда у него брали последнее интервью, то я там прочитала про отца, что это было воспоминание первых 9 лет жизни. Отец строгий, сильный человек, занимавший ответственную должность председателя ГУБКОМа. Но поскольку они жили в Самарской области, то я думаю, что это и был Самарский губернантский комитет. Он мог плохо ничего не делать. Он просто занимал такую должность, расстрельный должность. Вот я разбирал политически репрессивные дела института, преподавателей, творческая, так сказать, среда. Там все согласовывалось с ГУБКОМ. Партии, вот эти списки подписывали там в партийных органах. Я думаю, что представитель ГУБКОМ, ГУБС-полком, он входил в эту тройку области, которую руководила. НКВД им докладывал. Они, как и в Москве, везде подписывали. Их подписи, наверное, были. Дальше в этой статье написано. Жили небогато, но дружно. В 33 главном кормильце не стало. Наступило голодное время. И Гриша, то есть это мой папа, оказался в уральском детдоме. Оттуда спустя 6 лет его забрал брат старший Александр. В 33-м году, в 31-м, 32-м, 33-м – это страшный голод. Потому что в 31-м году начали коллективизацию об обосчислении скота. Начали у кочевников отнимать скот. Там причины гибели были понятны. Бараны же у нас, у самого барана, они – это кочевое. То есть на них кормов не напасешься, их надо пастбищ. Вот когда начали закрывать, и говорят, это земля данный колхоз, это земля данный салхоз. То есть пасти негде. И скот начал умирать. От скот умирать, из источников существования погибли. Большая часть казахов погибли. Ну, по разным оценкам, полтора миллиона в Казахстане. У нас где-то 30-30-50 тысяч в нашем области. Это я уже написал в своей книге. Ну, я вам скажу одно, что, конечно, руководство области жило не бедно. Они хорошо жили. Мы все знаем, что Жданов в Ленинграде в Голд ели мандарины. Эти тоже кушали хорошо. Моя мама всегда говорила о том, что на тот свет мы можем забрать только свои воспоминания. Вот мне хотелось бы уйти, так сказать, уже тоже недалеко. Не знаю, сколько Бог дальше отметит. Уйти со спокойной совестью, что я сделала все, чтобы мои наследники, мои внуки, правнуки достойно прожили эту жизнь. Где можно найти концы, чтобы вот эту историю, так сказать, раскручить? Не может человек пропасть. Если он был у нас, я его найду. Естественно, только в том случае, если он где-нибудь не совсем в секретных материалах. Вот поэтому, чем больше информации, я даже могу департамент внутренних дел посмотреть, там и в КНБ наши зайдут. Пусть вышлите еще раз, пожалуйста. Ну, последняя, это та дата его смерти, 33-й год. Вот до 33-го года больше уже его жизни. Какого года он рождения был? Сколько он говорил? Понятия не имею. Я знаю только, что приблизительно ему было лет 35-37. Понятия не имею. Вот совершенно. Я же вам говорю, что до смерти папы, а деда вообще не говорили. Долги раздаешь дедов. В 30-е годы, сколько людей, голодоморы были, сколько людей было раскулачено, сколько было у сего. А не робите так, как и он робил. Не отправляйте людей на смерть. Не радуйтесь смерти чужой. Не ты давал жить, что не тебе его забирать. Бог сам рассудит. Не знаю, Бог, су свет, что еще там у нас над нами править. Бонь, бачишь, сколько на всяком много. А я тут одна пылинка. И от этой пылинки же все вот тут залежит. Соединение неустойчиво пишет. Алло. Так. Да, слышите, да? Плохо слышно. Пропадаете. Да, ну, связь у нас такая, к сожалению. А теперь слышите? Знаете, я вам сразу скажу, я не нашел его личное дело. Не нашел. Я смотрел архивы обкома партии, смотрел, значит, архив облсполкома. Это тех организаций, у которых все те или иные руководящие работники, они являются номенклатурой. Естественно, должны бы пройти какую-то процедуру согласования, утверждения. То есть где-то они бы вышли. Ну, вот этот человек. Но этот человек я не нашел. И мне надо побольше информации. Вплоть до каких-то мелочей, даже тот же дом уже хорошо. Вот смотрите, хорошо. Пока все это, что есть... Это все, что есть, к сожалению. Я больше ничего не могу. Я попыталась связаться со своей родственницей. Вот. Но, честно вам скажу, в связи с последними политическими событиями, в общем-то, контакты у нас разорваны. Ну, это получается моя двоюродная племенница, моего двоюродного брата из Ростова-на-Дану. Она мне пишет, ты же разумная женщина. Як ты не понимаешь, что Россия лучше всех? Я говорю, ну, правильно. Ты еще скажи, что Москва была старейшая за Киева, и что не было у Киевской Руси. У нас Москва заразголовная. Ну, мы россияне. Это при тем, при усим, что у ее усть Лавинске дед по матчиной линии казак, украинец. И она вот так все, мы все перекрутили. Мы уже зараз с вами все россияне. Мы уже все с вами... Ай, говорить не ма про что. Тембольше слухать. Хай живуть, как хочуть. Мне занадто радостно от того, что я... Житце и час мне подкидаю людей, які однодумцы. Вот что радостно под старость. Субтитры создавал DimaTorzok и в течение дня. и в течение дня. Алло! Кто там? Чай заварится. Здравствуйте! Заходьте раз, стукается. Заходьте в хату. Гостям будьте. Туди, 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 туди раздевайтеся. А я глухаю трошки. Крышечка глухая к старости стала. Ну что, чай поставили? Нет? Чай... А, греется. О, сойка опять прилетела. Зернышки шипать. Вот, потом сяди на ветку. Смотри, как позирует все равно. И таким боком, и таким боком повернется. Вот снегирей что-то нету. Снегирей бы прилетали как-то раньше. Теперь только воробьи, синицы. Расей, что ел, хати? С тыми будем пить чай. Муж отсюда? Да, муж белорус, да. А я Майя Манатхановна. У меня сына зовут Григорий. О, Гриша. Да, у меня над отцом смеются. Что Манатхан из Магулович, сына вашего Григория Дмитриевича зовут? Внука. Внука Григория Дмитриевича. А здесь вообще вы традиции свои казахские соблюдаете в семье, нет? Все на белорусском? А драники наши умеете уже жарить? Не, муж лучше делает, чем я. Это хорошо. Это правильный подход. У меня из казахских традиций только когда муж говорит на Пасху мне чего-нибудь печь, я говорю, я мусульманка, мне не положено. Такими вещами заниматься сам готовь. А еще когда там присылают этих сообщениях, чатиках в телефоне, там с Пасхой совсем, я мужу говорю, ты мне напомнишь, чтобы я всех с Курбан-Байраном, мам, тогда поздравляла. Да, правильно. А он мне говорит, а как я тебе это сделаю? Я не знаю, когда у тебя Курбан-Байран. Мне так одиноко становится. То есть вот это какая-то... В Казахстане к войне вот есть как бы два, ну, стандартных отношения. Одно такое там, мы воевали за Родину, вот как в учебниках советских там, за Родину против нацизма, там, ну, Гитлер-Капут. И есть другая тоже достаточно распространенная точка, вот когда казахов согнали на чужую войну. На нас никто не нападал, на казахов. Там война была в Европе, ну, здесь в Беларуси, да, там. И здесь я, ну, приезжаю на братские могилы, казахские имена, и мне не совсем понятно, за что казахи, почему они здесь лежат. Ну, мне приятно, что белорусы приносят, помнят, благодарят. Но в Казахстане вот есть такая точка зрения, что, ну, казахам эта война... Там же тоже очень много погибло. Увезли мужчин, ну, почти степь осталась без мужчин. Женщины выживали, работали в чужие земли, защищать чужие земли, погибать на чужой земле за какую-то, ну, чужую власть. И чужие идеи. Вот. И я думаю, эти полицаи, ну, для них вот эта советская власть, она была их? Может быть, они, ну, просто выбрали то, что посчитали лучше для себя? Почему они должны были именно этой власти служить? Они это... Знали ли они о том... Были какие-то обиды на советскую власть, конечно. Знали ли они о том, что там нацизм, концлагеря, там, евреев, ну, геноцид? Или они об этом не знали? Наши знали. У нас вон тут в каменке место расстрельное. И участвовали в этом все. Мы сами же своих расстреливали. Сами же своих расстреливали под старыми дорогами. Так что тут вопрос... Личный для меня вопрос тут не стоит такой. Но в то же время вот после ваших слов возникает вопрос. А что делают бурята сейчас на этой войне в Украине? Деньги зарабатывают. За кого они воюют? Они за деньги воюют. Да. А тогда партия сказала, будь здоров, долг Родине отдать и все. Тогда такие умные люди не были. Вопрос, не задавался вопрос, что мне дала эта Родина, чтобы я ей должен отдавать долги. Ну вот ты сейчас за деньги, насколько это свободный выбор, когда это единственный способ заработать деньги. Когда по-другому ты не выживешь. Но опять-таки этот способ сомнительный, заработать деньги. Мне тоже понравилось, когда кто-то из казахов, когда начали оправдываться, что иначе в России не заработать деньги. Казахи говорят, ну мы к вам в России приезжаем зарабатывать деньги. Мы же находим способ у вас в России заработать деньги, чтобы выжить. А вы почему у себя в России не можете найти способ выжить, кроме как идти и убивать? Да? Ну да, наверное. Все время хочется найти какое-то, понять с человеческой точки, как могли люди так поступать. Почему уж, ну, может они не знали, может у них не было выхода, может им нужно было, чтобы выжить. Может быть, они действительно верили, ввели высшую ценность. Ну, невозможно просто представить человека, который пойду убью соседа. Тут как говорили, что, ну, нас же много прислали репрессированных, раскулаченных из Беларуси. Очень много раскулаченных было в Казахстан выслано. В 20-х, в 30-х. Их прям товарными вагонами в степь высаживали и живите. И, ну, они там многие приживались. То есть я вот была в Вильнюсе, кажется, в музей сталинским репрессиям. И там весь Казахстан в этих крестиках, мол, погибшие. А они там не погибли, там у нас много литовцев, много белорусов. Они, ну, выжили, дети у них рождались. Это не место смерти, это место продолжения жизни. И казахстанцы смеялись, что лучших людей отослали в Казахстан. Что в плане людей Беларуси, ну, вот лучших людей из Беларуси привезли в Казахстан. И поэтому, ну, нам повезло, что... Да так оно так и есть. Когда вот тоже говорят, что там, а как вы относитесь к русским? Ну, ну, как ты угадаешь? Это был тот, который вот НКВДшник, да, там чего-то, ну, репрессировал. Тот, кто Голодомор, ГУЛАГ устраивал. Или это тот, кто был репрессирован, сослан, тот, кто пострадал от истории. Ну, зачем это выяснять? Сейчас это уже прошлое. Я лично к этому отношусь немножко по-другому. Я считаю, что выяснять надо. Все точки над «и» надо ставить. Хотя бы для того, чтобы следующее поколение не делало этих ошибок. Которые делали те поколения. Зачем же топтаться на месте и все время делать одно и то же? Не надо этого делать. Надо, чтобы знали все все. Каб больше ни другого не было. Каб усе в роду больше не поступали так, як дед. Вот и все. Чтоб знали свое место человека, а не нелюдя. Боже, все надо отказывать. Тебе даде намагчимость прожить по-людски. И ты ее не проживаешь. Треба будет воювать. С сябрами, с не сябрами. Супрать войны. Супрать несправедливости. Буду. Помру, но буду. Буду на той свете цей ногой буду дрыгать. Супрать. Супрать.